В Одессе стартует уже в четвертый раз фестиваль, фестиваль «Хочу в Одессу». Этот проект родился в 2014 году, в тот момент, когда туристическая инфраструктура вся почувствовала очень большой провал и отсутствие фактически гостей в городе. Было принято решение создать такой проект, и Одесса превратилась в одну большую такую фестивальную площадку. И с тех пор этот фестиваль набирает оборотов, создаются новые проекты. В этом году впервые фестиваль будет проходить на протяжении 10 дней. И более 20 очень крупных интересных проектов будет представлено на суд и одесситов, и гостей нашего города. Формат этих проектов такой, что бальдовляющее большинство – это open air, то есть бесплатное совершенно участие. И в этом году впервые совершенно бесплатно можно стать участником финала «Мисс Туризм Интернешнл», который возродился в прошлом году, прошел впервые. И сегодня мы уже получили очень большое количество запросов и заявок от международных представителей. Такой проект, как фьюжн-фест от Барокко до Рокко, в этот проект попросились принять участие международные исполнители и готовы даже принять участие без гонорара, за что мы им очень благодарны и признательны. Расцениваем это как популярность нашего проекта фестиваля «Хочу в Одессу». Световарта, украино-эстонский коллектив приедет к нам. На самом деле этот проект, который пройдет на главной сцене, главная сцена у нас откроется 28-го числа возле памятника Дюку де Ришелье, как обычно, это уже традиционно. Уникальный проект на ДИАЕ для людей с особенными потребностями молодежи, на который тоже съедутся представители всей Украины, он пройдет на Греческой площади 29-го. Проект «Made in Ukraine» соберет прикладников со всей Украины, который пройдет с 29-го по 1-е на территории парка Шевченко. Уникальный проект «Остров» для любителей танцевальной и электронной музыки с 29-го по 1-е пройдет возле скалодрома в районе трассы здоровья на пляже Чкаловский. Я думаю, что подобные фестивали, подобные проекты, они показывают возможности нашего города. 29-го также пройдет и заплыв спортивный в открытой воде. То есть это очень разноформатные, очень разнообразные проекты, поэтому и одесситы, и гости города могут выбрать по душе. Проекты будут опубликованы на сайте города после того, как будет подписано распоряжение городского головы. И они включают в себя и такие, как «Черемна Бандура», проекты украинского творчества, потому что, собственно, этот фестиваль зарождался в праздновании Дня Конституции Украины. И разросся он, в общем-то, до 10 дней, но, тем не менее, центральной основной точкой является 28-е число. И откроется 28-е число наш фестиваль на Думской площади потрясающим, грандиозным концертом Национального филармонического оркестра под управлением Хобарта Эрла. Мы приглашаем всех на Думскую площадь, после чего можно будет плавно перейти к сцене у дюка для того, чтобы посмотреть финал Мисс Туризм Интернешнл, после чего можно будет переехать в Зеленый театр, чтобы посмотреть проект «Нимые ночи», который мы вернули в Одессу, ну и так далее. В общем-то, действительно будет очень много событий, они будут насыщены, выбирайте на сайте то, которое вам по душе. Скажу, что это очень трудно что-то определенное выделить, потому что кто-то интересуется, например, ретроавтомобилями, для них будет совершенно уникальный проект «Ретрофест», когда будут старинные машины, байки, барахолка из старинных одесских вещей 30-го числа для любителей Одессики. Это будет очень большой подарок. Кому-то будет очень интересен проект с огромным количеством оркестров, танцевальных коллективов в Fusion Fest, или кто-то с удовольствием придет послушать финалистов крупнейших проектов или победителей крупнейших международных проектов «Одесса за палеозерки», который будет 30-го числа на главной сцене. Поэтому здесь нужно, каждый выбирает по досмоку, как говорят. Продолжение следует...